Я верующий человек, и у меня есть надежда на спасение, а он не верующий, у него никакой надежды на спасение нет. Говорит, ну я его так люблю, что я сделаю для него все, чтобы ему в этой временной жизни было хорошо. А муж как сидел, так и остолбеневший остался. Я думаю, даже, может быть, скорее всего, протрезвел. Где-то в начале нулевых я повенчал одну семью. Очень замечательная семья, прекрасная просто. Молодые люди, у них прекрасное было образование. Он закончил то ли философский, то ли филологический факультет МГУ. И вообще, очень легкий, замечательный человек. Ну, естественно, таких людей не упускают. Да и она была им под стать, и таких там тоже, в общем-то, за ними охотятся, наверное, умные мужчины. И вот он был, наверное, таким умным человеком. Они поженились, повенчались. Все было замечательно, хорошо. У них родилось к тому моменту уже четверо детишек. Но у него была совершенно потрясающая профессия. Он устроился в одну большую, я честно говоря, не знаю, госкорпорацию, или это частная была какая-то, гигантская какая-то фирма. И в его обязанности входило встречать гостей. Он встречал гостей, и, естественно, с ними надо было завести непринужденный разговор и так далее, и выпить. Выпить, подготовить их к переговорам. У него совершенно были нелимитированные какие-то, я так понимаю, на это средства. Он прекрасно выпивал каждый день. Каждый день он приходил домой выпивши. Иногда его приносили, привозили, но каждый день. И вот лет через 10 таких, в общем-то, возлияний мы можем представить, в кого он превратился. И приходит в какой-то очередной раз ко мне и говорит, батюшка говорит, а я развожусь. Я говорю, что такое? У тебя кто-то пылес? Говорит, нет. У моей жены кто-то есть. Я говорю, откуда ты знаешь? Он говорит, ну как, откуда я знаю? Я и безразличен. Я говорю, поподробнее. Говорит, что такое безразличен? С чего ты взял? Он говорит, ну, я каждый день выпиваю. Я сам себе уже не нравлюсь. Говорит, ну, посмотрите, кем я был и кем я, в общем-то, стал. Говорит, а жене все равно. Ни слова упрека, ни каких-то претензий. Говорит, вообще ничего. Говорит, аргумент. Давай призовем другую сторону, узнаем у нее, что там, в общем-то. Она мыслит об этом. Призвали. Я говорю, слушай, дорогая, народ требует сломанных скалок и погнутых сковородок. Где? Она говорит, батюшка, говорю, люблю. Вот, люблю до безумия. Говорит, он когда приходит пьяный, говорит, я бы его убил. Честно, говорю, ну, что с ним разговаривать? Он и так пьяный, бесполезный. А утром он просыпается, говорит, мне вот так жалко. Он сидит и говорит, не может быть. Не может быть. Встал и по-английски ушел. Я думаю, ну, вот, соединил семью, называется. Вместо того, чтобы соединить, наоборот, в общем-то, скорее всего, даже разрушил, подтолкнул быстрее, разрушил. Но самое интересное, он в течение месяца уволился с этой работы. На него это произвело такое впечатление, вот, ее короткая фраза. И видно, за этой короткой фразой стоял вот эти 10 лет, он вдруг увидел ее там страдания, он увидел ее, в общем-то, тяжести. Хотя, в общем-то, если бы он не пришел бы, наверное, так это все и продолжилось. Он сам себе перестал нравиться и спроецировал это, естественно, на свою вот замечательную жену. Ну, вот это состояние человека, когда он, пораженный любовью другого человека, вдруг меняет свой образ жизни, это, конечно, основательное перерождение человека внутри. Это то перерождение, о котором, в общем-то, наверное, и говорит, и мыслит Господь. И таких случаев, когда любовь, выраженная в терпении, в заботе, их, на самом деле, очень много. Я помню, мы как-то в журнале Фома даже писали «История о любви» на гимн Фомы. Вот пусть наши телезрители этого посмотрят. Совершенно замечательный был такой, в общем-то, номер, где мы писали, как «Любовь долготерпит», «Милосердствует», «Не завидует», «Не превозносится» и так далее. Вот все по гимнам любви, о разных-разных историях. И когда человек, пораженный вот такой любовью, он, в общем-то, меняется. История, о которой вот следующую я хочу рассказать, я ее прямо вот вдогонку назовем, кто ее, она случилась не со мной и не с моими, в общем-то, прихожанами, мне о ней рассказали. Но она не менее важна и поучительна, в общем-то, для всех нас. А произошло примерно по такой же самой схеме. Муж среднего звена, менеджер, хорошо получающий, ну, средний, так, выше среднего, назовем, получающий, имел традицию со своими друзьями в пятницу после работы отметить наступление выходных. И в какую-то пятницу очень долго задержались. Очень долго задержались, так что, в общем-то, их там даже попросили из какого-то кафе уйти, там, в час или в два часа ночи. А, в общем-то, они такие разгоряченные, добавить хочется. И на улице видно было, какая-то непогода, на лавочке не присядешь, да, может быть, и было не солидно. И один говорит, а пошли ко мне. Он говорит, да ты что, час ночи, у тебя жена там, дети. Он говорит, вот увидишь, сейчас, говорит, придем, говорит, она нам еще на стол накроет, там, то да все. У меня такая жена, мировая, классная и там подобное. Приходит домой, он не ключом, а нажимают в два или в три часа ночи, звонок. Жена в халате открывает дверь. Она говорит, мы с друзьями, нам надо вот выпить. Он говорит, проходите, мыйте руки. Вот, накрывает им стол какие-то, банки открывает, видимо, там, может быть, какую-нибудь колбаску порезала, тарелочки, вилочки, они бутылочку разлили. И все говорят, слушай, говорит, предположим, Лариса. Слушай, говорит, Лариса, говорит. Ну, ты просто прям золото, а не человек. Моя бы давно бы убила бы, говорит, полицию вызвала бы, говорит, всех бы, говорит, с лестницы спустила бы, говорит. Он говорит, а ты, говорит, ну, это просто за тебя. Выпили, налили по второй. Он говорит, ты нам только скажи честно, он тебя бьет, он на тобой издевается, ты нам скажи, да мы за тебя кого угодно там горы свернем. Он говорит, нет, не бьет. Говорит, я его очень люблю. Говорит, я верующий человек, и у меня есть надежда на спасение. А он не верующий. У него никакой надежды на спасение нет. Говорит, ну, я его так люблю, что я сделаю для него все, чтобы ему в этой временной жизни было хорошо. Гостью, говорят, очень быстро ретировались после этого, а муж как сидел, так, в общем-то, и остолбеневший остался. Я думаю, даже, может быть, скорее всего, протрезвел. Но самое интересное, что он бросил пить. Вот после этого, а через какое-то время, как мне, в общем-то, рассказывали, попросился на венчание, повенчаться. Прошло, кстати, там тоже очень много времени, прежде чем, в общем-то, они к этому состоянию пришли. Но, опять же, вот эта любовь, и обратите внимание, можно так сказать, скрытая даже любовь, но христианская любовь, она особая любовь, она любовь, творящая чудеса. Вот я желаю всем нам, чтобы и у нас была любовь не такая пафосная, яркая, какая-нибудь там рекламная, да, а именно любовь, творящая чудеса. А это любовь именно Христова, совершаемая в тишине, дающая право выбора, не назидающая, а милующая и приемлющая другого человека. Вот в таких семьях верующих людей, естественно, вырастают и верующие дети. Вообще дети копируют родителей. Духовенство приезжает, допустим, в семью бизнесмена и смотрит, как маленький мальчик беседует с большим пластмассовым крокодилом и объясняет ему, что если ты папе не дашь кредит, то бизнес не случится. Или если, допустим, родители стоматологи, ну или хотя бы один там, вот как у меня сестра двоюродная стоматолога, когда я приезжал к ним домой, то ее сын, он подходил, дядя Игорь, откройте ротик. Ага, шестерка и четверка, надо лечить, надо лечить. Да, хотя, в общем, я думаю, даже не понимают, что. И дети, естественно, в тех семьях, в каких они растут, они то, в общем-то, и проецируют, наверное, в эту жизнь. Совершенно недавно у меня состоялся разговор с одним маленьким мальчиком, ему пять лет. Естественно, в очень хорошей верующей семье, вся семья приехала на исповедь, и он вместе с ними. И вот этот мальчик, стоя у распятия, вдруг заплакал, заплакал, побежал к маме с папой, рядышком стоял я, он говорит, что они сделали, что они сделали со Христом, они забили в него гвозди. Он хотел нас обнять, а ему не дали, прибили гвоздями. И вот у нас состоялся с ним разговор, кто хотел кого обнять. Он говорит, как это? Христос. Он хотел обнять весь мир, видите, он раскинул руки, говорит, хотел только обнять, а его прибили гвоздями. И вот я был настолько поражен его ассоциацией любви Христа к людям, что, конечно, для меня отношение маленького ребенка к происходящему очень важно. Мы часто слышим, особенно духовенство, что истинное христианство вообще детям нельзя преподавать. Нельзя говорить, ну как так, кто не возненавидит отца или матери, или братьев, или сестер, не может быть моим учеником. Конечно, если с обывательской точки зрения посмотреть на именно такие высказывания, может быть, они и правы. Но если посмотреть глазами верующего или верующего ребенка на распятие Христа, он стал абсолютным другом Христа. А Христос станет абсолютным другом этого маленького человечка в его жизни. Обнять весь мир потрясающе, как ребенок увидел Христа на кресте. А кто же забивает гвозди во Христа? Мы забиваем. Люди своими грехами, своими пороками, страстями, иногда своим комфортом, не следующие за Христом, не желающие, а может быть, и, скажем так, не задумывающиеся об этом, что Христос действительно хочет нас обнять. Я думаю, что я буду держать вас в курсе про этого ребенка. Посмотрим, какой он вырастет, человек. Тот, который уже с детства знал, что Христос его хочет обнять. Субтитры создавал DimaTorzok